МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Жители микрорайона Шахтерский собирают подписи, протестуя против отмены пассажироперевозчикам, третьим автопарком маршрута номер 8. На каком основании вообще их убрали? Получается, нас вообще здесь за людей не считают? Об этом вы подробно узнаете из сюжета Сергея Высокосова. В Карагандинском областном стырко-краеведческом музее открылась выставка, привезенная из Павлодара, на которой карагандинцы могут увидеть такие интересные экспонаты, как зуб мамонта и бивень бизона. Один из первых посетил выставку Марк Брюшко. Сегодня в Карагандине вышли на маршруты автобусы 5, 8 и 51. Пассажироперевозчик автобусный парк номер 3 объясняет это нерентабельностью линии. Утром десятки жителей микрорайона Шахтерский, что в Майкудуке, не смогли добраться на работу. Свой автобус они так и не дождались. Сергей Высокосов с подробностями. Как государство Акима так заботится? Люди в садик детей водят, в школу дети ходят, люди на работу. Что это такое? 7 часов утра. Восток 5. Десятки людей сегодня не могут уехать на работу. Кто-то опаздывает на учебу. Дорога пуста. 7-часового автобуса нет. Наш человек терпелив. До последнего верит в справедливость. Увы, очередное разочарование. Восьмерка так и не подошла. Кто-то спешит и ловит попутку. Большинство пешком отправляются на Голубые пруды. Правда, сесть там в автобус очень проблематично. Третий автопарк выполнил свое обещание. Отменил три городских маршрута. Такое экономическое противостояние городских властей и пассажироперевозчика сразу же отразилось на простых карагандинцах. Цель этой акции совершенно ясна. Повышайте тарифы. Иначе. Ну а что иначе, все это перед нашими глазами. Микрорайон Шахтерский будоражит. Жители оказались отрезанными от цивилизации, как на необитаемом острове. Самый крупный пассажироперевозчик в Караганде, третий автопарк, посчитал себя монополистом и стал диктовать условия. Заложниками оказались жители микрорайона. И не только они одни. Это единственный выход, на котором шахтеры ездят в город. Без этого добраться до города не на чем будет. Это значит только пешком ходить. А пешком даже нет пешеходной дорожки. А столько людей, столько пенсионеров. Особенно, да, в садик, школа, дети основного. А в больнице? Детей оставили без транспорта. Дома сидеть всем, что ли? Так тоже не делаю. Пускай хотя бы хоть какой-то маршрут поставят. Билеты не дают. Если даже, ну это деньги поступают. Это все сделают специально. Наверняка специально. Идет элементарная борьба за прибыль, где потенциальный пассажир в расчет не берется. Отмена маршрутов – своеобразная попытка добиться повышения тарифа на проезд. Об этом говорили уже несколько месяцев. Уже молчим, то что с пересадкой. Хотя бы выбраться куда-нибудь. Эта восьмерка, она ведь разгружает не только шахтерские пудры. Да, она восток 5. Восток 5. Там вообще полный. Если мы даже сейчас не можем уехать, на попутках до прудов там уже невозможно в это время сесть. И она и так абы как бы ходила. Мы и так на это глаза закрывались. На каком основании вообще ее убрали? Получается, нас вообще здесь за людей не считают. Почему не считают? Очень даже считают. Правда, только деньги, которые вы можете принести в кассу автопарка. А куда не деваются эти деньги? Мы же платим за авто. Они когда 50 делали, так поры золотые обещали, что и долго будет сродить, что все что угодно. Однако результата никакого мы не увидели. Уважаемый Аким области, мы просим решить как-то нашу проблему и оставить нам маршрут номер 8. Что самое удивительное, карагандинцы не требуют улучшить качество предоставляемой услуги. Просят хоть на чем-нибудь вывезите нас в город и привезите обратно. Мы оторваны от мира, мы просим не фонтаны, мы не просим, даже тротуарчиков не просим. Элементарно просто одну ниточку жизненную оставьте нам, чтобы мы не были как Робинзон здесь. Мы сами строим себе дороги, тротуары, все сами делаем. Ну хотя бы вот эту ниточку. Пенсионерам сесть не над чем. Все, отрезали. Зимой трактор на немам скидываемся. Ну навезите нам гробов тогда. Действительно, терпение на пределе. Пока собираются подписи, но уже поговаривают о необходимости перекрыть дорогу в знак протеста. Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Сегодня убрали еще один киоск в центре города. Немилость чиновников попал газетный лоток «Казпресс» на 45-м квартале. Все утро здесь орудовала автотехника. Таким образом, власти пытаются сделать город красивее. Очень плохо это все. Старики, вот они к нам только ходят. Поэтому надо оставить, в любом случае, надо отвоевать и оставить киоск. Продавцы киоска недовольны. И это понятно, но на снос газетного павильона есть решение суда. К слову, это уже четвертый киоск «Казпресс», который лишился места в центре города. Вот остановка. Люди вышли, купили газеты, купили, что им надо, и пошли домой. Пошли на работу. Мы работаем с полвосьмого, а магазины вокруг с девяти. А как вы думаете, вот такие киоски не портятся эстетически? У нас они все одинаковые, все стандартные. Все, вот видно по всему городу, они одного вида. Пока люди без работы не останутся. Им же предложили место в таком же киоске, только на юго-востоке. По плану, газетные ларьки могут располагаться только в парковой зоне и на окраинах Караганды. Акимат договор аренды не продлевает. Торговые точки ликвидируют. Все это связано с новыми правилами застройки города. Чиновники из отдела земельных отношений говорят, что работа будет продолжаться. На данный момент в суде решают судьбу еще нескольких объектов, портящих эстетический облик Караганды. Конкретные места, которые не соответствуют архитектурной и градостроительной ситуации. Это в основном по центральным улицам идет у нас. На сегодняшний день у нас уже по центральным улицам убрано три киоска. И в отношении физических и юридических легий еще было возбуждено исполнительное производство по летним кафе. Убрано три летних кафе, еще шиномонтаж, а также автостоянки. Ирина Камышева, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Караганда встретила семью великого художника Аубакира Исмаилова, прибывшую на открытие выставки, посвященной столетию мастера. Наиболее ярко талант художника раскрылся в изобразительном искусстве. Он одним из первых получил высокое звание народного художника Казахстана. Его живописные акварельные работы стали подлинным народным достоянием, раскрывающим богатую историческую летопись и достижения республики. Сегодня двери областного музея изобразительного искусства были открыты для всех желающих. Студенты и школьники выстроились в очередь перед входом здания. Все потому, что в этот день храм искусства проводил юбилейную выставку работ народного художника Аубакира Исмаилова, посвященную столетию со дня его рождения. И сегодня мы гордимся тем, что наш земляк и сегодня имеет выдающуюся личность нашего творчества, художественного творчества. Сегодня он наряду с такими видными писателями, художниками, такими как Хостей, такими как Дамичи. Его мировое сообщество признало. Аубакир Исмаилов первый профессиональный природный талант Казахстана. Вся его творческая биография непрерывно связана с историей возникновения и становления искусства страны. Он был не только мастером кисти, но и театралом. Театральные постановки Исатай Мохамбет, Отелла, Енлик Кебек, а также авторские работы Кара Журга и Кузбеге были срежиссированы этим великим казахстанцем. На выставку прибыли его дочери. Главная моя фраза сказана о том, что до 100 лет это наши родственники, это наши близкие, а после 100 лет это, говорят, уже достояние страны, достояние нашей родины, нашего независимого Казахстана. Средняя дочь художника Ля-Ля является главным редактором журнала «Казахстан балет Алимы». О своем отце она вспоминает с большой теплотой и любовью. Гульзамир Албакировна, она очень похожа на папу. Ну я тоже считаю, что похожа на папу, но она копия он, потому что он такой был эмоциональный, взрывной, как шампанское. Наверное, это от того, что когда судьба его наделила многими талантами. Что знаем мы про братьев, про друзей, что знаем о единственной своей и про отца родного своего. Мы знаем все, не знаем ничего. Марк Бешкожа, Сулана Мандыков, Марат Кулутенов, 1-й Карагандинский. Карагандинцы смогут увидеть останки потомков современных лошадей-гипарионов, а также древних бизона и мамонта. Выставку привезли из Павлодарского областного в областной историко-краеведческий музей. Экспонаты пробудут шахтерской столицы в течение месяца. Марк Бешко расскажет подробнее. В выставочных боксах можно увидеть вещи, отражающие яркие моменты жизни Павлодарского региона. Предметы народно-прикладного искусства, накладки анкальчугу, предметы быта, посуда, деньги. Все это является настоящим сокровищем для ценителей истории. Дикоинка экспозиции «Останки мамонта». Такие же костные останки мамонтов находятся и у нас в музее. То есть имени Сарарка в древности, в эпоху Голоцена, а Голоцена мы называем ту эпоху, когда в нашем регионе жили вымершие в то время, в наше время, и в то время здравствующие животные, представители которых, кости которого здесь находятся. Помимо этого, сотрудники музея гордятся и собственными находками, которые они получили в результате археологических экспедиций. Раскопки проводились на территории Актагайского и Каркаролинского районов. С собой любители истории привезли золотые серьги, жертвенные сосуды и бусы из полудрагоценных камней. И что следствием, явилась первая наша экспедиция, каркаролинский район, могильник Козылту, каменный жертвенник, относится к Тосмолинской археологической культуре Центрального Казахстана. Предварительно мы датируем VI-VII века до нашей эры. Могильник был разграблен, женское погребение, но наше счастье, наше счастье наших ребят-археологов, очень уникальная находка. Выставка проводится в рамках национальной программы «Народ в потоке истории». Вместе с зубом мамонта в Караганду привезли рог бизона и конечность гепариона – древней трехпалой лошади. Целые скелеты доисторических животных в шахтерскую столицу привезти побоялись. Коренные зубы, которых у мамонтов было по одному в каждой половине челюсти, несколько шире, чем у слона, и отличаются большим количеством и твердостью пластинчатых эмалевых коробочек. По мере истирания зубы мамонта, как и у современных слонов, менялись на новые. Такая смена могла проходить до шести раз за период жизни. Глобальный ледниковый период завершился примерно 365 тысяч лет до нашей эры. Последние мамонты, обитавшие, что немаловажно, на территории современного Египта, вымерли около 7 тысяч лет до нашей эры. Я думаю, что для всех ценителей истории эта выставка станет настоящим подарком. Спешите и вы посетить музей. Марк Брюшко, Суслан Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганде выберут самое социально ответственное предприятие. Отдел занятости и социальных программ приглашает бизнесменов принять участие в конкурсе ПАРЭС. Победители будут определять по четырем номинациям. Лучшее социально ответственное предприятие, лучший социальный проект года, лучший коллективный договор за вклад в экологию. Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты, Национальная экономическая палата Атамикен и Федерация профсоюзов Казахстана. Правила проведения конкурса опубликованы на сайтах Минтруда, а также в веб-портале Акима города Караганды. Куда уходят деньги налогоплательщиков после повышения тарифов? Компания Караганды-Жарык провела пресс-тур для журналистов и общественности города. Все вместе выясняли, как реализуется долгосрочная программа «Тариф в обмен на инвестиции». Караганды-Жарык уже третий год выполняет программу по реконструкции и модернизации электрических сетей, рассчитанную на 2011-2015 годы. Активно ведется строительство современных подстанций Жарык и Жилу. Такая подстанция обеспечит возможность подключения новых микрорайонов между Юго-Востоком и Голубыми прудами, вокруг Федоровского водохранилища и обеспечит продолжение строительства микрорайона Кунгей. Подстанция Жарык станет базой для 17 подстанций района с лабораториями и ремонтными цехами. Является первой из двух подстанций энергокольца 220 кВт. В 2006 году была разработана схема внешнего снабжения города, где определено строительство кольца 220 кВт с подстанциями Жарык и Жилу. Подстанция Жарык замкнет на себе кольцо 220 кВт вокруг города, наряду с ТЭЦ-3, что позволит обеспечить безаварийную подачу электроэнергии. Это программа самая, наверное, обширная. В него предусмотрено более 33 миллиардов тенге. Работа ведется, проводится. И, в принципе, ежегодно дарымом проверяется, контролируется ход исполнения. Подстанция Сантехническая более чем за 50 лет израсходовала свой технический ресурс. В связи с этим рядом строится новая подстанция – техническая 2. Подстанция введена в эксплуатацию, действующая в 1962 году, то есть уже 51 год эксплуатируется. На ней трансформатор мощности 31,2 бат, трансформатор мощности по 31,5 тысяч кВт и один трансформатор мощности 63 тысяч кВт. Долгосрочная инвестиционная политика тариф в обмен на инвестиции приносит свои плоды и реализуется без срыва сроков. В рамках инвестиционной программы планируется освоение средств более 33 миллиардов деньги. Это на срок с 2011 по 2015 год. В данных мероприятиях предусмотрена реконструкция шести подстанций. Реконструкция двух подстанций 110 кВт и двух подстанций 35 кВт уже выполнена. Выполнена в первую очередь реконструкция подстанций 110 кВт в комбинат. И сейчас, в этом году начатые работы по реконструкции подстанций Новый город 110 кВт и сантехническая 110 кВт. Это еще совсем не полный перечень тех работ, которые выполняет Караганды Жарык по обеспечению увеличения мощности электроснабжения города. Проведенный анализ показал, что с 2009 года объемы сверхнормативных потерь снизились и в 2011 году составили 2,94% от общего объема поступления электроэнергии в сети предприятия. Это в разы меньше, чем до начала работ по переоборудованию. Сегодня мы посмотрели все объекты и нас, как предпринимателей, радует, что деньги идут по целевому назначению, от программы не отклоняются. И те программы, и те деньги, которые налоговотечники платят, они должны быть уверены, что деньги платят по назначению. То есть сегодня предприниматели могут быть уверены, что в этом регионе в бизнес можно вкладывать, энергоносители будут стабильны и можно думать о завтрашнем дне. В 2016 году после завершения мероприятий инвестиционной программы прогнозируемые данные сверхнормативных потерь составят не более 0,56% от общего поступления электроэнергии, не говоря о дополнительных мощностях, которые позволят ввести в строй новые объекты города Караганды. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Консультация из первых уст. Сегодня сотрудники Департамента юстиции и партийцы провели день открытых дверей для горожан. Люди, попавшие в сложные жизненные ситуации, могли получить ценные юридические советы. Подробнее об акции наши корреспонденты. Марина Габитова пришла на эту встречу получить юридическую консультацию. Проблема смены фамилии давно не давала девушке покоя. Посетив день открытых дверей, Карагандинка получила развернутый ответ и осталась довольна результатом. Я очень благодарна организаторам таких встреч, которые в данный момент проходят очень часто. То есть раньше, если народу было фактически мало, то сейчас все начали обращаться за разрешением каких-либо своих личных вопросов. И мы очень рады, что мы попали сюда. Целью данной акции является оказание правовой помощи населению. Встреча длилась около двух часов. За это время десятки жителей города смогли получить ответы на вопросы, касающиеся адвокатуры, нотариата, актов гражданского состояния и другим вопросам, входящих в компетенцию специалистов Департамента юстиции. С начала проведения акции поступило более двух с половиной тысяч обращений, из которых около 700 нашли свои решения. Были даны исчерпывающие ответы на интересующие вопросы граждан. И в дальнейшем совместно с Департаментом юстиции мы готовы проводить, я имею в виду, адвокатным филиалом партии Нур-Отан данное мероприятие направлено на решение повседневных вопросов граждан. Марк Бешков, Жасгабазов, Проткултенов, Первый Карагандинский. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубу Миздар. Редактор субтитров А.Семкин